Доброе утро! Доброе утро! Здесь и я здесь навсегда. Итак, мы сегодня с вами поговорим, как правильно ставить цели и получать желаемое. Почему захотели эту тему? Потому что всегда нужно ставить цели, всегда нужно планировать. Но сегодня она будет такая более мягкая, более такая отзывчивая тема. Потому что вот следующее я могу дать именно четкое планирование, как это двигается и все остальное. Сегодня мы с вами поговорим о возможностях, которые многие не используют. Возможно, завтра будет самый лучший рассвет в твоей жизни. Не пропустите его. Аня, запись включила? Да, запись начинала. Запись включила Ирина Сажаева. Спасибо. Почему решила данную тему дать? Потому что несколько лет назад у меня были не такие высокие доходы. Я обратилась к Светлане Заварухиной. Я говорю, Света, ну я не знаю, что делать. Ну вот я вроде столько делаю, а у меня объемы не растут, у меня денег недостаточно, у меня столько мечт и целей, а я не знаю, что делать. И она просто так легко мне сказала, говорит, ты знаешь такое правило, что с 15 декабря по 15 января мы можем записать свои желания, и они начнут сбываться. То ли я действительно поверила, то ли я решила все-таки попробовать, а я человек, который пробует варианты. Я взяла и написала 15 желаний, именно с 15 декабря по 15 января, то есть я продумывала их. Я почему это говорю? Потом я это все перенесла на красивый листок, красивым почерком, завернула вот так вот в трубочку, завязала бантиком и спрятала. Могу сказать, что я до сих пор не могу найти этот листок. Я не знаю, где он. И я делала ремонт, я выгребала все шкафы полностью, и я так и не нашла его. Я не понимаю, куда он делся. Но важно другое. Да, прошло несколько лет, но именно все 15 желаний у меня сбылись. Один за другим. Которые недорогие были, они у меня пошли обороты, я смогла себе это позволить. Сейчас мне смешно смотреть на эти мелкие желания, вспоминать их, потому что там был и двухкамерный холодильник, там была посудомоечная машина, там было телевизоры в нескольких комнатах. И там были крупные желания, машина, ремонт в четырехкомнатной квартире, у меня проблемы были с зубами и сделать зубы. И эти были более дорогие. Вот из этих 15 желаний сбылись все. Буквально недавно я исполнила свое последнее желание, это зубы, это длительный процесс был, это было два года, и обошлись они мне больше миллиона рублей. Поэтому я могу теперь улыбаться, говорить и видеосвязи делать. Давайте посмотрим, что необходимо вообще делать и на что необходимо обратить внимание. А потом по итогу я вам уже детально дам и слайды, и все остальное. Что такое мечты и цели? Мечта – это желание. Цель – это мечта со сроком реализации. То есть, когда мы мечту свою перекладываем на сроки, на деньги, когда это должно произойти. Задача – это план действий для выполнения цели. Сегодня мы про задачи говорить не будем. Я просто вам намек говорю. Ну и вы прекрасно понимаете и смотрите на картинку желания. Это переходит в мечту и переходит в цели. Только страстное желание достичь своих целей, ежедневное выполнение взятых на себя обязательств, приведут вас к успеху. Почему у многих не достигаются цели? Очень многие мне говорят, что толку я цели ставлю, результата ноль. Очень часто я замечаю, что люди ставят себе цели, квалификацию. Они говорят, я вот хочу быть там директором или я хочу быть бриллиантовым директором. Но директор и бриллиантовый директор – это понятие растяжимое. Это не конечная цель. Это инструмент, который реализует ваши желания. И если у нас не поставлены, мы не помечтали и не поговорили о желаниях, их не записали, не понимаем, сколько они стоят, и когда это нужно, то даже звание, квалификация не будет достигаться. Вот тогда, когда Светлана мне сказала, я вначале говорила, я записала, а у меня были настолько большая часть дорогих желаний, которые стоят больше миллиона каждая, я реально понимала, это исполнится позже, и мне нужно достичь определенного звания. Я просчитывала, какое звание, с каким количеством консультантов, как должна располагаться структура, что я могу получить, чтобы реализовать свои мечты и цели. Давайте следующий слайд посмотрим. Как правильно ставить цели? Очень много версий есть постановки целей. Я вам скажу свою. Цель нужно написать на бумаге. Я об этом уже сказала. В голове хочу, это не работает. Ее нужно записать. Цели нужно писать в настоящем времени. Например, я купила машину. Я так писала. Я не писала модель. Я написала, я купила, у меня есть машина. Новая, красивая, такого-то цвета и так далее. Почему не писала модель? Потому что ценовая политика меняется. И когда у меня дошли желания до машины, то я просто-напросто что сделала? Я поехала выбирать. И вот где у меня там екнуло, и меня аж вот так вот, вот я ее и купила. Да, конечно, я соизмеряла свои доходы, свои возможности. Я соизмеряла, сколько должна стоить. Потому что я, например, хотела этот, как его, не Бэху, а вот знаете, как эти, как его, джипы. А они стоят намного дороже. Я понимала, что или мне придется ждать, или я куплю просто подешевле. Моя машина мне обошлась в миллион семьсот. Но я ее купила, и никаких проблем нет. Я ее выбрала. Поэтому пишем, я купила машину, у меня красивые зубы. Или там, например, у меня ремонт во всех четырех комнатах моей квартиры. У меня есть то-то, то-то, то-то. Понимаете, вот она должна быть полная такая. Чтобы вы прям вот почувствовали это состояние, что ваша мечта, вот она у вас в руках, хотя вы еще ее не исполнили. Пишем цель в позитивном ключе без частицы «не». Это все вы знаете. Пишем цель со всеми важными для вас деталями. Об этом я сказала. Я, например, очень мечтала, чтобы у меня в моем ремонте была новая мебель, новый кухонный гарнитур, новый диван. У меня, кстати, отдельно был записан диван, на котором я сижу. Я сейчас сижу на этом диване. Огромом на весе это. Он назывался «Аристократы». Несколько лет я о нем мечтала. Я только за диван отдала 95 тысяч. Поэтому пишем в позитиве дорого и то, о чем мечтаете, а не то, что можете позволить. Цель должна быть измерима. Это вот я вам говорила. Сколько стоит? Или если вы не знаете, сколько стоит, пожалуйста, идите в интернет, идите в магазины, проверяйте, смотрите, сколько будет стоить ваша цель, ее уже допишите. Ну и сроки, которые приблизительно, потому что есть такие недорогие, например, достижения, там можно срок более такой близкий ставить и более конкретный. В квалификации лучше, конечно же, ставить конкретный срок достижения, тогда легче расписать. А вот в желаниях можно просто записать, что хочу, там, например, в течение пяти лет или еще что-то разбить. Цель касается лично вас. Если вы желаете, чтобы ваш, например, консультант, вон Альбина, здесь моя, Вадитова, Янусова, я, например, написала бы, хочу, чтобы Альбина стала бриллиантом, не сработает. Хочу, чтобы там мои сыновья стали директорами, не сработает. Ваша личная, я хочу, мне это надо. Даже вашу семью не нужно писать, писать мне надо, потому что в течение какого-то времени могут измениться различные ситуации, могут произойти. Цель не должна наносить ущерб другим людям. То есть, например, хочу, чтобы он там пожалел, не надо. Бумеранг работает всегда. По цель пишется четкий план действий. Вот сегодня мы об этом не будем говорить. Обязуюсь вам провести тему, как прописать четкий план действий. Поэтому мы сейчас будем двигаться дальше. Я буду немножко ускоряться. Будет много написанного, и слайды я вам дам. Включаем волшебство нам в помощь. То, о чем я вам говорила, но я сейчас просто зачитаю. Потому что вчера мечта, сегодня цель, завтра уже реальность. Напишите 15 ваших личных желаний. Определите стоимость желаний, если не знаете. Необходимо узнать, найти и записать. Вначальный черновик используйте для того, чтобы это просто по метке там, потому что нужно подумать, что это за 15 желаний. Дальше мы будем говорить, как определить. Может быть, желаний будет 30-40, из них вы выделите самых основных 15. Выберите, подчеркните 5 более значимых для вас. И записать их нужно будет первыми. То, что вот так вот уже критично, уже задыхаетесь вы, без этого не можете жить. Вам это необходимо кровь из носу. Ну, не будем кровь, но в любом случае это вам очень необходимо. Напротив каждого поставьте примерную дату осуществления. Я вам уже об этом говорила. Красивым почерком на красивой бумаге запишите их, перевяжите бантиком и спрячьте. Вот до 15 января у вас есть такая возможность это сотворить. Самое важное, не будь пассажиром по жизни, будь водителем. Когда мы надеемся на кого-то, замуж удачно выйду, муж у меня богатый, муж когда-нибудь начнет зарабатывать хорошо, дети мне помогут, консультанты у меня очень классные, лидеры у меня здоровские. И они будут точно всегда со мной. Не все бывают с вами. Жизнь меняется. Иногда мы рассчитываем на одних, на самых близких, и они вдруг уходят и абсолютно по разным причинам. Я приведу такие примеры из моей жизни. Были и предательства, которые лидеры от меня уходили. Были лидеры, которые в какой-то момент передумали, нашли какую-то работу, которая работа, с которой они просто двигаются, которые получают свой потолок денег, и им этого достаточно, и ушли с фаберлик. Но были и такие ситуации, когда вообще, не дай бог, у меня лидер, которая достигла тысячи баллов, мы с ней планировали открыть пункт выдачи, даже заявку подали, случился коронавирус. И в первые две недели коронавируса вот этот мой лидер, она просто умерла от коронавируса. И таких ситуаций может быть много. Поэтому, не дай бог, но рассчитываем на себя. Мы водители, мы создаем свое будущее, мы мечтаем, мы создаем свой план жизни на будущее. Мы прокладываем свой путь сами, независимо ни от кого. Даже если у вас все здорово и все великолепно, рассчитываем только на себя. Вот у меня прям это правило есть. Цели, как ее поставить. Мы реализуем далеко не все поставленные цели, часто делаем не в лении слабости, а в неумении правильно сформулировать задачи и определиться с приоритетами. Вот если, не дай бог, в вашей жизни вот такая ситуация, то есть пошел туда, пошел налево, пошел направо, цель здесь, дорога сюда, заплутал. Не дай бог, мы, кто-то из вас в такой ситуации. Но очень часто, и я была точно там. И очень важно понимать, куда вы идете, и держать только прямую дорогу. Итак, существует три этапа постановки выявления своих желаний и мечт. Этап первый. Мечтатели, какой вы из них? Я буду сейчас зачитывать. Вы определите для себя. Кто-то хочет, может написать. Если ему не стыдно, можно написать в чате. Кто-то для себя просто определяет. Мечтатели, чьи мечты уже в прошлом. Это может быть и хороший момент. Вот как у меня 15, например, желаний моих исполнено. И я вот с 15 числа по 15 января буду записывать новые, дорогие, крупные свои мечты. Для того, чтобы поставить цели и двигаться в этом направлении. Есть мечтатели, которые в прошлом, которые сказали, ай, хай, его, у меня не получилось, мне и так хорошо. Ну, достаточно. Есть и такие мечтатели. Второе. Мечтатели, чьим мечтам не хватает масштаба. Очень многие мечтают об очень мелком. В самом начале пути своего, когда я пришла в компанию, я своим консультантам говорю и сама завела тетрадь секретных желаний и в них записывала все. Вплоть до красивого нижнего белья, вплоть до кроссовок, вплоть до там, до одежды определенной. Это нужно делать. Но если вы уже видите, что ваш гардероб тот, который вы хотите, у вас уже есть несколько люстр или несколько светильников в вашей комнате. Я не вычеркнула это желание. И в конечном итоге мне все дарили светильники, лампы, люстры. И у меня просто склад уже этих стал это. Я не вычеркнула кроссовки, потому что я их люблю. У меня сейчас уже нужно отдельный шкафчик для моих кроссовок. Поэтому вычеркивать. Мелкие желания нужно писать. Но вот которые 15 основных, нужно все-таки более крупных. И всегда нужно мечтать о том, что когда внутренне вы говорите, ой, хочу, но не могу себе это позволить. Мне кажется, я не смогу. Всегда увеличивайте масштаб своих желаний, масштаб своих мечт. Только тогда вы начнете достигать цели, если вы это будете увеличивать. Даже если это дорого, даже если это не через полгода, не через год, а, например, через 3-5 лет, то есть дальносрочные цели, оно у вас будет стоять. Но вы этого достигнете. Третье. Мечтатели, которые достигли своей мечты, не ставят перед собой новой цели. Когда была жива Чурикова, я как-то эту актрису не очень понимала. Я как-то на нее смотрела, ну, прикольно играет, ну, как-то вроде бы здорово. Но как-то я ее не сильно воспринимала до тех пор, пока я не послушала ее интервью и подумала, боже, что мой, как я ее понимаю, это точно про меня. Ей задали вопрос, кто такой счастливый человек? И она ответила, счастливый человек тот, у которого не заканчиваются цели. Когда это тот человек, который одних достигает и ставит себе новые. Счастливый человек тот, которому мало, который вперед идет и достигает в любом возрасте. А недавно я наткнулась на одно видео, интервью, доктор это или кто-то, меня оно просто поразило. И вот доктор сказал, ну, как, задали вопрос, как стареть красиво. И он сказал, те люди, у которых есть цели, у которых есть постоянные цели, которые достигают и ставят новые цели, те люди живут долго. Даже если вам 80, 70 лет, и вы не прекращаете, не останавливаетесь и ставите себе новые цели, то у вас обязательно вы будете жить долго и красиво, потому что внутренний ваш мир, он становится стремлюсь, хочу, хочу то, хочу это, хочу достигнуть, хочу получить, хочу заработать. И у вас не останавливается процесс жизни, независимо ни от какого возраста. Поэтому очень важно быть счастливым, хочу, хочу, и тогда у вас вся жизнь будет великолепна. Я тут недавно была, ну, вот на днях была, на дне рождения, говорю, надо же, я как многодетная мама через два года пойду на пенсию. А человек, с которым я впервые познакомилась, она говорит, ой, ну тебя. А вот на самом деле, вот мы, те, кто стремимся, у нас внутренний мир другой. Мы по-другому чувствуем мир, мы по-другому живем, у нас меньше болезней, потому что умы великие хочухи. Поэтому, пожалуйста, если вы достигли своих всех желаний, поставьте себе новые цели. Мечтатели, которые мечтают масштабно, но не имеют плана относительно того, как достичь своей мечты, и поэтому витают в облаках. Есть и такие, лежат на диванчике, смотрят во вселенную и думают, вот пусть мне прилетят так эндок 5 миллионов или миллиардов рублей, и пусть я где-нибудь выиграю и мечтаю. Масштабы большие, все здорово, возможно, у кого-то есть такие консультанты, которые сразу приходят и говорят, мы хотим много сразу и сейчас. А так не бывает. Нужно потрудиться, нужно запланировать, нужно сделать определенные действия. Даже элементарно необходимо обязательно прописать количество новичков в свою структуру, сколько должно прийти и какие объемы они должны делать. Но это не сегодняшняя тема. Мечтатели, которые мечтают масштабно, реализуют свои мечты, а затем переходят к еще более масштабным планам. Это вот как раз те, которые лидеры, пришедшие в сетевой, это бизнесмены-линейщики, которые не останавливаются на достигнутом. Я очень надеюсь, что вы или такие, или вы такими станете, или будете стремиться именно вот к последнему, к пятому. Но для себя подумайте, помечтайте, запишите свои мечты, подумайте, кто вы и какие вы. Двигаемся дальше. Ставь перед собой большие цели. Всегда ставьте дорогие. Даже если вы ставите, например, у вас нет, предположим, холодильника, бывают и такие. Я недавно зашла к своей знакомой, и я честно скажу, я не думала, что люди еще так живут. Мне как-то вот, может быть, я общаюсь с другими людьми. Я как-то думала, что у большинства, ну, все равно какой-то уровень жизни другой. Я когда зашла, мне аж прям захотелось ей чем-то помочь. Я говорю, слушай, а ты не мечтала ремонт сделать или что? Она говорит, ой, Таня, какой ремонт? Лишь бы покушать, лишь бы детей куда-то там собрать в школу и там все такое, не до этого. Поэтому ставьте себе большие цели. Если, предположим, это холодильник, посмотрите, поставьте дорогой холодильник, двухкамерный. Может быть, он будет какой-то вот такой с открывашками, с какими-то прибамбасами. Запишите его себе. По ним тяжелее промазать. Вот серьезно. Вы начинаете собираться. Вы, глядя на эту свою мечту, начинаете думать, а я ведь такой хочу. И вам уже не хочется более дешевый и тот, который есть у вас. Поэтому обязательно масштабный. Этап. Итак, этап два. Мы помечтали. Переходим к целям. Определите, может ли ваша мечта стать целью. Потому что, например, ну вот мне 56 лет будет в январе. И я, например, хочу родить ребенка. И я вот, например, ну вот есть у меня мечта, хочу маленькую лялечку. Но есть у меня такие моменты, которые я не могу себе позволить. Поэтому целью свою мечту я не могу поставить. Потому что в данной ситуации цель не произойдет и не достигнется. Я утрирую, надеюсь, вы понимаете. Я просто вам привожу примеры. Подумайте. Простите. Подумайте. Ваши мечты можно перевести в цель? Цель – это сроки и стоимость. Или просто это хочухи. Второе. Задайте себе не менее 20 вопросов. Зачем мне нужно это? Когда вы помечтали, записали свои желания. И вот начните. Зачем мне это надо? Зачем? Об этом всегда говорила Светлана Заварухина. Я помню тренинги, когда она нас мучила этим «зачем?», и уже не зная, что ответить «зачем?», а она мучает и мучает. И потом все зачем кончились? И уже действительно ты понимаешь, или эта цель на самом деле нужна тебе, или ты без нее можешь жить. Вот если ты можешь без этой цели жить, ну тогда зачем она тебе нужна? Это значит, чья-то мечта. Она может быть навязанная тебе. Может быть, ты просто, ну, для образа. Я скажу для понтов каких-то, показать, что я могу, но это вам не нужно. Если зачем не произойдет, если вы не поймете, что это вам на самом деле надо, то это не ваша мечта, вычеркивайте ее. А вот те цели, которые, зачем, и вы утвердитесь в этом, вот это ваше это. Третье. Задайте этот вопрос до тех пор, пока не поймете, что зачем закончилось, и вы все понимаете про свою мечту. Четвертое. Выберите из этих целей 15, ну, я говорю целей, мы говорим про желания. Возможно, вы напишите 30 желаний, 15 выберите. Самых важных, запишите 5 самых важных на ближайшие 90 дней. Почему самых важных? Например, купить машину – это не самое важное. Это может быть и позже. Это может быть дальносрочные цели. А вот есть что-то, без чего вы не можете жить. Вам нужно здесь и сейчас, ускоренно, быстро, на ближайшие 90 дней нужно записать этих 5 самых важных. Следующие. Следующие на следующие 90 дней. То есть те, которые важные, но не срочные. Вот, ну, не совсем срочные. Вы можете без этого какое-то время подождать. Еще следующие 90 дней. 90 дней – это квартал. То есть если вы распишите свои желания поквартально, то вам намного легче будет запланировать данные желания и по суммам, и по решению, и по достижению. Следующие важные 5 запишите на следующие 90 дней. Возможно, возможно. Это можно сделать в планировании. А вот те мечты, про которые я вам говорила, какие-то дальносрочные, какие-то вот дальние, там на красивую бумажку. У вас может быть несколько вот этих вот, знаете как, пишите, 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 пишите черновик, а потом разделяете. Те, которые дальние масштабные в красивую бумагу и отправили во своясе, пусть они там зреют. А вы будете к этому идти. Те, которые вот такие вот, вот прям вот, ну вот, ну вот, позарез вам нужно важных, напишите на другую бумагу в планинг, чтобы у вас было перед глазами. Пятое – разбейте их по этапам. Тогда вы сконцентрируетесь. По этапам это вот будет следующая тема, про которую я говорю, по квартально, по месяцам и так далее. Об этом мы позже будем говорить. Итак, домашнее задание. Подумайте, поработайте зачем и запишите свои цели по этапам. И не забываем, что даже если ваши срочные и важные какие-то вот маленькие мизерные цели, вы все-таки запишите, все равно пусть она стоит дороже. Например, посудомоечная машина, но дорогая. Например, лампа, но дорогая. Например, сапоги, не которые стоят полторы тысячи, а, например, стоят 5, 8, 15, 20 тысяч. Тогда то же самое желание, оно реализует во Вселенной ваши, вот знаете, вот какие-то вещи такие более масштабные. Вас, знаете как, вот джинн Вселенной, он всегда вот так складывает руки, говорит «слушаюсь и поминуюсь». Он всегда говорит «да». Если вы говорите «у меня не получится», джинн вам говорит «слушаю и повинуюсь». Не получится. Если вы говорите «хочу посудомойку, но чтобы она стоила дорого», «слушаю и повинуюсь». Как только вы масштабируете свои желания и цели, начинает прилипать, начинают приходить какие-то более сильные лидеры в вашу структуру, начинают приходить большее количество людей, которые в вашу личную группу потребителей, которые потребляют на 50, на 100 баллов, на 200 баллов потребляют продукта, и у вас увеличивается чек. Сразу у вас начинает прилипать, как только… Вот по себе это знаю, я вам серьезно говорю. Была ситуация, когда я записала, у меня тоже в мечтах была записана посудомоечная машина, я просто написала «посудомоечная машина». У меня есть посудомоечная, была семья, было много, ну как, и сейчас они есть, но все разъехались, сыновья. Мне приходилось очень много готовить. Я мечтала о посудомойке, чтобы время высвободить. И как-то однажды я пришла, когда в магазин и увидела, сколько она стоит, даже та, которую я хочу, и сколько она стоит, что она стоит всего 12, 15, 18 тысяч, и что я это могу позволить давным-давно, поэтому я объединила два желания. Я, так, котики у меня гуляют, я просто к этой посудомоечной машине начала ремонт в квартире. То есть она меня сподвигла срочно делать ремонт, потому что очень часто мы боимся своих целей. Итак, я, конечно, тороплюсь, время очень много, но мне осталось совсем немного. Цели – это мечты со сроком исполнения. Басечка, уходи от него. Ну, ладно, попробую его загородить немножко, чтобы он вас не отвлекал, а то он меня тоже отвлекает. Не получится. Ну, ладно. Ладно, пусть будет так. Итак, цели – это мечты со сроком исполнения. Очень важно все-таки продумывать сроки. Итак, третий этап. Цель в показателях. Первое – обязательно должны быть конечная точка достижения. Помните, я вам говорила. Или приблизительный это срок какой-то, или вот по этапам на 90 дней. Этап 90 дней. Второе – обязательно должна быть сумма дохода или накопление реализации вашей цели. Можно купить, а можно взять в рассрочку. Нежелательно кредиты, но если это очень дорого, то вы можете взять в рассрочку. Как это говорится, займ из будущего. Если вы копейки зарабатываете, берете займ из будущего, то это кредиты. Если вы работаете под этот займ из будущего, и увеличиваете свои обороты, и увеличиваете свои достижения, и свой чек, и свою объемную скидку, и свой доход, то это займ из будущего. И займ из будущего можно брать. Не возбраняется. Сроки могут быть разные. Например, может быть, вы себе запланируете, что в течение года вы должны этот займ выплатить. Все зависит от вашего движения, от вашего стремления, и насколько вы хотите быстрее это сделать. Если есть кредиты, то их, конечно, нужно закрывать. А займы из будущего – это ваши действия. Если вы взяли займ из будущего, и ничего не сделали для того, чтобы ваш чек увеличивался в будущем, ну, вы лентяй, господин или госпожа. А если вы стремитесь и делаете, то это можно очень быстро решить. Второе. Обязательно должна быть сумма дохода или накопление. Это я вам сказали. Третье. Обязательно должна цель быть разбита на этапы и действия по достижению. Все зависит от вашего нынешней ситуации, вашей точки отчета. Сейчас в каком вызвании, что у вас есть, какой у вас доход есть. Доходы могут быть не только фаберлик, могут быть совмещены. Кто-то еще работает параллельно. Для меня ключевое – это доход от компании «Фаберлик». Второе. Я посчитала, когда написала «Дорогие желания», я посчитала, что в каком звании, какой бонус квалификационный я получу, какой бонус стабильности у меня будет приходить, и какие курсы или какие-то обучения я могу создать, в чем я компетентна, что это я могу продать, и что люди с удовольствием купят. Это тоже можно. Не нужно акцентировать только на себе. Но когда я это просчитала, мои желания могут реализоваться благодаря такому-то званию, благодаря таким-то доходам, благодаря такому объему. Потому что даже звание «Старший директор» – это то звание, в котором можно зарабатывать очень немного, а можно зарабатывать очень много. Кто мне скажет, вот те, которые драгоценные директора, молчат, а вот консультанты, пожалуйста, скажите мне, пожалуйста, что такое звание «Старший директор», сколько групповой объем должен быть? Я вижу, что у нас есть консультанты. Скажите, пожалуйста, не стесняйтесь, мы сейчас учимся. Кто скажет? Или все у нас директора? Еще раз, «Старший директор», какая группа объем? Да. 5000 баллов либо групповой, либо есть еще один директор. Спасибо, Марина. Благодарю вас. Прописано у компании в маркетинг-плане 5000 баллов. Но я скажу вам по секрету, что когда вы увеличиваете свою личную группу, растите лидеров и постоянно пополняете помимо ваших лидеров опять личную группу, если ваша личная группа будет даже в звании «Старшего директора», ну, 10, 15, 20 тысяч баллов, то ваш доход будет свыше 100 тысяч рублей. То есть вы всегда, каждые три недели будете зарабатывать, как многие драгоценные директора. И на первом этапе очень хорошо развивать большую личную группу и получать большой доход. А потом выявлять из этой личной группы лидеров, потенциальных лидеров, потенциальных директоров и растить из них директоров. И опять пополнять свою личную группу. И ваш чек будет всегда высокий. Плюс вам добавятся бонусы, которые идут за каждое звание. И ваш доход будет очень высокий в короткие сроки. Поэтому это нужно прописать, изучить маркетинг-план, задать вопросы своим директорам, своим вышестоящим директорам, прям посидеть и прописать свой бизнес-план. Они вам точно помогут, они будут счастливы. Сейчас у нас много директоров, они все это знают, поэтому они не дадут мне соврать, что они будут счастливы прописать с вами бизнес-план. Итак, четвертое. Обязательно должны быть определены инвестиции в свой бизнес. Это, например, на развитие, на рекламу, еще на что-то. Инвестиции все равно есть. Может быть, это будут не такие высокие инвестиции, но инвестировать нужно. Ресурсы. Ресурсы. Что вы знаете, что вы умеете. Вот сейчас, когда Светлана Заварухина запустила вот этот этап, и вместе с директорами мы запустили чат лидерский, а сейчас у нас уже будет несколько чатов по разным целевым аудиториям и по вашим консультантам в том числе. Это вот как раз те ресурсы, где вы можете, если вы сами не умеете, то вы можете привести своих консультантов только свою структуру в разные наши чаты, и ваши люди вместе с вами и с нами вместе смогут достичь больших результатов. Это ресурсы, но также это обучение вас как лидера, как личности, для того, чтобы развиваться и понимать, о чем вы говорите со своими консультантами, и стать квалифицированным наставником. И, естественно, временные рамки, потому что для достижения цели нужно время. Если оно у вас ограничено, его нужно планировать обязательно. Пятое. Обязательно определить план Б. А это тоже отдельная тема, но если, предположим, вы запланировали что-то одно, у вас не получается, то вы всегда сможете использовать этот план Б, который получится. То есть есть варианты различные, их стоит прописать. Итак, домашнее задание. Подумайте, разберите цели по этим пунктам и запишите их. Итак, коллеги, мы подходим к итогу. Еще три слайда таких коротких. Когда очевидно, что цель недостижима, не изменяйте цель. Изменяйте... Сейчас, секундочку, придется запустить в моего пушистого кота, чтобы он не кричал. Когда очевидно, что цель недостижима, не изменяйте цель. Изменяйте свой план действий. Это очень важно. И следующий слайд. Путь к достижению цели. Запомните этот кругооборот. Он всегда должен быть. Первая постановка цели. Второе – планирование. Третье – принятие решения. Решение я. Я буду делать это. Четвертое – организация своего плана движения. Пятое – реализация своего движения. И контроль. И опять постановки цели. Если вы видите, что ваше достижение, ваше движение не приводит к каким-то результатам, нужно переделать. Может быть, цель не та. Помните, о чем мы в самом начале говорили. И напоследок. Мир уступает дорогу тому, кто знает, куда идет. Если вы не знаете, куда идете, если у вас не прописано это, да, вот хоть семи пяди в лбу вы будете, никогда вы ничего не достигнете и никуда не придете. Не вы лично, но просто об этом помните. Коллеги, сегодня все. Если у вас есть вопросы, я готова ответить. Есть ли у вас вопросы? Таня, у меня вопрос. Скажи, пожалуйста, вот бывает такое, что ты ставишь себе цель, которая тебе изначально кажется недостижимой, и ты как бы вот не веришь, что ты реально сможешь себе позволить. Например, человек может загадать, я хочу самолет свой частный. Ну да, может, да. А мозг не верит. То есть ты вроде хочешь его, а мозг не верит. Вот этот момент как обойти? Вот важно отпустить цель. Спасибо огромное за такой вопрос, Марин. У меня также, я когда написала вот эти 15 желаний, мне казалось, что это что-то запредельное, и что я не смогу это исполнить. И мои сыновья мне сказали, я тебе буду сейчас вопросы задавать, не отключайся. Я с тобой проведу такой вот тест. Марин, скажи, пожалуйста, когда ты идешь за молоком или за хлебом, ты думаешь, продумаешь свою дорогу? Ну да. Как ты ее продумываешь? Что именно? Ну, допустим, где я пойду, где кратчайший путь, или где самый удобный путь. Ну, в общем, да. Вот такие моменты, конечно. Ну, это детали. А есть у тебя магазин, в который ты ходишь постоянно? Да. Сейчас подождите, я шугану своего кота. Я извиняюсь, он разыгрался, не нашел. Чего-то. Еле тихо, а тут прям разыгрались. А мы бы посмотрели на котов. Мы бы посмотрели на котов. Ладно, вы их видите. Есть, которые ходишь постоянно? Да. Там думаешь, наверное, думаешь просто, что одеть и что купить. Ну да. Вот цель должна быть, что здесь и какая она есть, и всё. Не то, что не значит прописывать путь, но не зацикливаться на том, а будет или не будет, просто пойти туда. когда мозг нас блокирует, что мы боимся, что у нас не получится. Это, знаешь как, это состояние сверхжелания, и как будто бы, ну, вот, может быть, лучше не надо. То есть это, знаешь, как отказник какой-то происходит в голове. А я и говорю, что ты когда думаешь, ну, я хочу себе там, ну, что-то такое, вот, ну, прям на данный момент это нереально, и может быть, вот слишком какие-то большие... Подожди, подожди. Вот хороший момент я сказала, на данный момент это нереально. На данный. А через несколько лет это реально? Так вот, для мозга-то, вот как нашему мозгу поверить? Ну, я, например, верю, что я могу себе купить не за 15 тысяч, а за 50, я могу в это поверить, но какие-то цели бывают, такие, в которые даже поверить сложно, но хочется. Вот как мозг... Вот, смотри, во-первых, его не нужно насиловать, мозг. Не нужно его заставлять верить. Нужно просто написать и забыть. То есть отложить и забыть. Забыть в каком плане? Забыть про то, что это очень дорого стоит, просто прописать конкретные действия и просто начать их поочерёдно выполнять. Просто поочерёдно. И оно приходит туда. Разбить на этапы. Не верю, не верю. Знаешь, иногда бывает? Иногда бывает короткие сроки ставят. Вот, например, ну, пример, дорогая цель, ну, не про самолёт. Самолёт, это, конечно, мы понимаем, что это та мечта, которую навязали. А, например, вот, ну, вот как для меня. Для меня была мечта сделать зубы. Я понимала, что это дорого. Я понимала, что я хочу, чтобы у меня полностью зубы все были белые. Потому что от рождения, я буду признаваться, от рождения они у меня жёлтые. И очень много проблем, детки, всё остальное, началось, просто зубы разрушаться. Я понимала, что моя цель сделать зубы. И вначале, я не верила, смогу я это или нет, я пришла просто к врачу. Вначале выбрала, какие я хочу. Потому что можно сделать металлокерамику, можно сделать виниры, а можно сделать именно цирконий. Я пришла к врачу, сказала, хочу цирконевые зубы, полностью 32. Полностью, на весь рот. Что мне для этого надо? Он посмотрел, снимки сделал и прописал мне денежную цель. И самое забавное, что денежная цель была меньше, чем она у меня вышла по итогу. Он когда мне написал где-то, ну, обойдется где-то 1500. Я такая думаю, 500 разом сложно. Я говорю, сколько по времени это будет делаться? Он говорит, ну, вообще, это длительный срок, все зависит от того, как у вас там внутри, будут ли ставить, эти, как его, наращивать костную ткань, импланты, как будут заживать, это длительный срок. Я сказала, хорошо. И я просто приняла решение, что я это буду делать. А когда я туда пошла, в конечном итоге мои зубы растянулись на два года. И по итогу они вышли у меня больше миллиона рублей. Хотя планировала я 500. Я поверила, что зубы будут. Неважно каким способом. Неважно мне это нужно было. И я просто туда пошла, окунулась. И процесс пошел сам собой. Потому что, когда нужно какую-то сумму, ну, я вот пример привожу. Когда нужно было оплачивать какую-то сумму, я смотрела на свои доходы и думала, что я могу такое сделать, чтобы у меня доход увеличивался быстро. Я понимала, что новых лидеров, новых директоров я вырастить резко не могу. Новый бонус я получить не могу. Но я могу увеличить свою личную группу. И я начала увеличивать свою личную группу. и мой доход увеличился в три раза. Супер. Супер. Объяснила? То есть, главное шагнуть туда. Вот когда мы встаем, знаешь, как на ло... Представь, ваша мечта – это корабль, на который вы встаете. Встали вы на корабль и поплыли в океане. Верю, не верю. Он плывет. Плывет. Вы прыгнуть с него не можете в воду. Или вы зовите самолет, для того, чтобы самолет вас забрал. Вы же такого не сделаете. Не сделаешь, Марин? Получается, мы садимся на корабль, плывем и ловим попутный ветер. Берем какие-то возможности или не берем. Когда нам это нужно, мы просто начинаем их видеть. Да. Понимаешь? Ты начинаешь видеть, куда ты пойдешь. Была ситуация, когда у меня не все получалось. И был Борис Маркович Островский. И когда я ему сказала, вот когда мы проходили проектные сессии, я говорю, вот я хочу, но я не знаю, что такое сделать, чтобы быстро вырасти. У меня вот прописаны желания, ну как быстро. Вот оно прописано. Я уже хочу. Сил нету просто. Но как это сделать быстро, я не знаю. И он сказал, а возьми, ну в рамках того, что дает компания, у меня не получается. Он говорит, возьми перепрыгни в компанию. Я говорю, как это я, как это я компанию перепрыгну? Мы все по течению с компанией. Он говорит, ну например, компания идет поездом, а ты возьми и перелети на самолете. То есть образы. И я начала тогда думать, я соединилась с своим лидером Дарьей Титовой, мы с сыновьями сели, начали думать, что мы можем сделать, привет, привет, дорогая, что мы можем сделать такого, чтобы ускорить процесс, не поезд скоростной, а самолет, раз и перелететь. И мы начали просто смотреть, чего нет в компании, чего нет в команде, что мы можем создать что-то. и тогда родился наш интернет. Вот тогда родился инструмент, интернет, и мы его готовили долго. Мы год это все планировали, прописывали, ругались, мирились, записывали, все это расписывали. То есть у нас был подготовительный этап, год. И у многих консультантов бывает подготовительный этап, год, когда они делают конкретные действия, обучаются конкретному, идут к конкретному, но они себе дали это время, год-полтора, для того, чтобы взлететь. И вот когда мы год готовили, через полгода мы это все запустили, ну вот все внесли туда на сайты и запустили, неожиданно и скоростное вот этот самолет появился. Оно как поперло, если раньше я думала, как же поговорить-то, да вот с кем бы поговорить, да кому бы позвонить, то я просто охрипла в течение дня, потому что звонок на звонки. У меня вот это вот было с лидерами, с консультантами, с объяснениями, с встречами. Как только мы ставим глобальную себе масштабную цель, когда мы прописываем, что для этого достижения нужно сделать, какое звание, какой доход и какое чего, то мы начинаем туда просто-напросто идти. Но мы даем себе поблажку, и тогда вера рождается, когда это создается. Понимаешь? Ну да, ну получается под наше желание подстраивается все. Ну как только пропадает вера, так у нас все пропадает. Как только вера у нас креп, крепчает, все подстраивается под наше желание, и нам просто нужно это все брать, брать, брать. Да. Но по поводу веры, есть вещи, без которых ты не можешь обоститься. Помнишь, я говорила, зачем? Если зачем все не выработано, значит это желание, ну оно не то. Оно либо истинное, либо навязанное. Или навязанное, или какое-то. Вот как только мы определяем свои желания, настоящие, без которых мы не можем обойтись. Ну, например, я жила много лет вместе с мужем в четырехкомнатной квартире без ремонта. Без ремонта. В зале у нас Новый год был, это хана, ободранный. Вот сейчас я в зале сижу. Видите, какой у меня фон сзади? Диванчик там угловой. Вот этот фон, это не фотообои, это холст. То есть, понимаете, можно наклеить фотообои, а можно взять холст, на котором нанесено, и оно объем создается. То есть, можно купить простые обои, а, например, у меня в коридоре купленные обои, которые рулон стоит восемь тысяч. Один. Все зависит от того, чего вы хотите. Раньше жила, и, кстати, вот здесь вот стена, которая вот эта вот, это перенесенная стена. Здесь вход раньше был. Но у меня мечта была перегородить, когда люди заходят в дверь, чтобы они не заходили и не говорили, здравствуйте, а там кто-нибудь лежит. Мне это не нравилось. То есть, я все это прописывала. Какая комната должна быть, какой должен быть диван, какой лаунж-зона или не лаунж-зона, какие кресла, как сидеть. У меня низкий диван, низкий стол, у меня лежанка. И когда ко мне приходят гости, мы просто с ногами залазим на диван, ставим столик. Я представляла, как мы будем, кем чай, как мы общаемся. То есть, когда вы вот эти эмоции включаете, они просто новый диван, новый ремонт, новые зубы, новая машина, новые очки. Вот это, когда вы чувствуете аж мурашки по коже, и вы понимаете, я так этого хочу, я так устала жить. Я еще к тебе в гости, там уже. Приезжай. У меня была мечта, знаете, еще какое ускорение, мы задержались надолго, если кого, извините, у меня была мечта, у меня должен был быть юбилей 50 лет. Я очень хотела позвать директоров наших, Светлану Заварухину, устратовую Светлану, Дарью мою, и показать им ремонт. Я стремилась, я ремонт в четырехкомнатной квартире с переносом стен, с этими, как его, вся электрика в стены, батареи мне ставили, потому что у меня не было батареи, окна новые, новый кухонный гарнитур, новая мебель во всех комнатах. Мне нужно было сделать это, и я сделала это за три с половиной месяца. Три с половиной месяца я все это купила, где-то договаривалась, где-то перезанимала, где-то в рассрочку, где-то за наличные. Я жила в соседнем подъезде, снимала однокомнатную квартиру и сказала, я никогда в жизни не буду в однокомнатной жить. Мне места мало, тут я хожу в любую комнату, где хочу. У меня, вот если поднять вот так вот вверх, видите, у меня подсветка, у меня там все это сделано, все прибамбасы всякие. Она переключается в любом цвете. Это у меня такая зона, где сбываются мечты в углу. У меня в спальне потолок не просто натяжной, специально сделано это, как будто подвесной, как это называется, по краям, короче, все это светом идет. Вот эти детали, по сути, ну мы же можем без них обойтись, но я так этого хочу. Я так хотела показать Светлане, Олегу, как я живу, какой я стройный шкаф сделала и снесла все шкафы. Понимаете? И он зеркальный, и все, везде зеркала, чтобы я себя везде видела. То есть, вот это все, аж мурашки шли по коже, и я стремилась. Через эмоции, через переживания, через то, что ты уже там находишься, это вот так все и реализуется. Все понятно, пойдем домашку делать. Я обои выбирала и все остальное, все знаешь как, я замучила всех, это, мы с мужем в разводе, ну мы с ним, ну да, мы в разводе, но мы с ним друзья, и я через него доставала обои. И он когда на это смотрел, он говорит, ты зачем такие дорогие берешь? У меня в спальне висят обои, которые, Ван Гога, картина, когда он в любви признавался своей женщине и нарисовал вот эти цветы, вот эту картину цветов. И есть обои такие от Ван Гога, именно вот с этими цветами, с этими эмоциями любви, нежности. И у меня в спальне вот это панно за кроватью и здесь. И когда я вот эти обои покупала, мне муж говорит, ты с ума сошла? Да наклей ты простые. Да что ты ерундой занимаешься? Я говорю, а я так хочу. Он сказал, ну да, мне вас богатых не понять. Вот эта фраза для меня персик, потому что он не верил, что я это сделаю. То есть вот это вот ощущение, не просто доказать, а себе любимой. Мы говорим уже очень долго, мы даже задержались. Спасибо вам за внимание, спасибо за такие вопросы, Марина, потому что вот обещаю, что дам еще тему, как расписывать по людям и все остальное. Я прям вот, она у меня есть, наткнулась, я ее более расширю, потому что мечты сбываются. У вас есть время совсем немножко закончить этот каталог и до 15-го уже начать продумывать вот эти ваши желания, которые вы достигнете на несколько лет вперед. Люблю, целую. с вами была Куряча Татьяна. Спасибо. Все, пока-пока-пока-пока. Таня, спасибо огромное тебе. Супер. Спасибо, спасибо, Любочка. Ой, спасибо. Спасибо, Альбин. Ну все, девочки, все выходим и работаем, закрываем каталог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова